Вслед за одним диагнозом неожиданно следующий. 72-летняя сургутянка попала в больницу для того, чтобы ей установили стенд в сонной артерии. Но у нее произошел инсульт. Врачи не растерялись и сегодня здоровью женщины ничего не угрожает. Сюжет нашего корреспондента. Итак, по очереди. В середине. Мы не получаем. Давай, постепенно. Галине Бахтиной после перенесенного инсульта буквально за неделю вернулась речь. И двигательные функции вскоре восстановятся, уверены медики. В травматологическую больницу пенсионерку экстренно перевели из кардиоцентра. После операции по установке стента у женщины внезапно начались неврологические проблемы. Она перенесла ишемический инсульт. А сюда уже на скорой привезли. С той поликлиники. Сюда, да, конечно, помню. Ну, все нормально, привезли, лечь. В кардиоцентр Галину Бахтину госпитализировались критическим сужением сонной артерии. Причиной заболевания стал атеросклероз. Воспалительный процесс в сосудах, кровоснабжающих головной мозг, развивался годами. Но в последние месяцы возникла угроза здоровью и жизни женщины. Медлить с операцией было нельзя. Врачи успешно установили специальный металлический каркас в пораженном сосуде, то есть стенд. Но вскоре начались проблемы другого профиля. После операции у пациентки возник тромбоз уже в сосудах внутри головы. И появилась симптоматика острого нарушения мозгового кровообращения. Инсульта простонародия, как говорят. Мы выявили, выполнили ангиографию и выявили участок внутри головы сосуда, который закрылся. В Сургутскую травматологическую больницу Галина Бахтина поступила с инсультом в самой острой его фазе. Ее приняли в рентгенохирургической операционной. На удаление тромба медикам понадобилось менее получаса. Там был установлен каротидный стенд, то есть стенд сонной артерии у данной пациентки. И это потребовало дополнительного внимания, потому что могло так случиться, что мы с вами инструментом могли зацепиться за этот стенд. И чтобы этого не произошло, надо было быть немножко более внимательным, чем в обычной процедуре. То есть обычно таких рисков нет. Но благодаря слаженной работе медика в кардиохирургической и травматологической больниц уже через сутки состояние женщины удалось полностью стабилизировать. На данный момент состояние пациентки стабильное. У нее речь восстановилась полностью, глотание восстановилось. Она сейчас самостоятельно принимает пищу. И восстановились движения в правых конечностях. С Галиной Бухтяной сейчас ежедневно работают логопеды, массажисты и инструкторы ЛФК. Совсем скоро ее выпишут домой. Тимур Чешков, Светлана Круковская, Рашид Латыпов. Вести Югория, Сургут.